во имя отца и сына и святаго духа аминь представляю вам православный библейский сайт который называется во свете святой библии вот он сейчас мы находимся на главной странице и посмотрим что здесь у нас есть в самом верху мы видим название сайта во свете святой библии дальше мы видим разделы сайта библиотека игнатий лапкин содружества контакты и поиск посмотрим повнимательнее значит раздел библиотека здесь появляется дополнительный список вниз такое выскакивает и написано значит святая библия новый завет с толкованием это новый завет с толкованием блаженного филакта с комментариями игнатия лапкина и с толкованием на книгу откровения далее у нас канонические правила мы поподробнее сейчас каждый раздел посмотрим сейчас просто ознакомимся с содержанием значит иван златоуст 12 томов семён новый богослов избранные из речения жития святых молитва слов имена со значениями и статьи следующий раздел игнатий лапкин значит здесь собраны все книги которые издал игнатий технич проповеди занятия аудио архивы начитаны им и вот здесь есть статья на википедии о нем которая можно щелкнуть и перейти прямо на нее видеоканал на ю тубе который основной во свете библии документы все книги гнатия тихон челапкина к истинному православию для слова божия не туз это тоже книга автобиографическая вернее она не только автобиографичная но и создана из многих материалов которые где в общем мы поподробнее посмотрим содержание там материалы и суда выписки и всевозможные статьи про потеряевку про лагерь стан про гнатиховича очень много документов значит за дальше пособие и пособие есть пособие по изучению евангелия от марка а воспитание воспитателей беседа с людьми различных убеждений противосектантские материалы дальше проповеди и занятия дальше проповеди в стихах далее архи аудио архив и в конце последний пункт переписки игнати лапкина следующий раздел у нас содружества в этом разделе у нас есть правило интернет-содружества занятия по библии там есть расписание и про и как подключиться к этим занятиям и памятка для христиан и последний раздел контакты где указаны наши контакты и как связаться с игнатием тихоновичем лапкин и здесь еще есть дополнительно поиск поиск осуществляется по этому сайту то есть какую-то информацию если нужно найти нажимаете на поиск открывается такое окошко с где можно ввести поисковый поисковый запрос но приди например вот веровать и креститься нажали значок лупы ничего не нашли интересно вот как умножились враги мои к примеру нам интересуют эти слова где можно на где где они попадаются нам здесь каких разделах и мы видим сразу найдено в разделе библия псалом 3 2 стих вот сразу господи как умножились враги мои многие восстают на меня дальше найдено в разделе ответы на 4453 вопроса вот такие слова попадаются в вопросе номер 4144 только мы можем нажать и сразу перейти перейти в этот вопрос дальше найдено в разделы в проповеди в каких проповедях встречаются эти слова которые мы искали вот они подсвечены желтым таким выделителем найдено разделе иван златоуст тоже в каком томе в какая глава какая беседа только нажимаем попадаем сразу в эту беседу но вернемся обратно на главную страницу чтобы быстро вернуться нам на главную страницу можно нажать в левом верхнем углу вот на эти слова во свете святой библии нажимаем и помещу перемещаемся опять на главную страницу рассмотрим дальше главное что у нас есть на главной странице нас есть заголовок во свете святой библии православный библейский сайт здесь два места из писания не попеременно меняются дальше здесь есть объявление что каждый день у нас проходят занятия во свете по изучению в скайпе по по изучению священного писания библии с толкованием святых отцов православной церкви и присоединиться мы попадем на раздел где будет описано как можно присоединиться к нашей группе чтобы участвовать занять их дальше ниже мы видим курение религия это здесь подбор статей то есть самом верху самая свежая последняя статья которая нас опубликовал опубликована на сайте значит с левой и с правой стороны мы видим два таких блока с одной стороны к истинному православию и здесь прямо выведены разделы священное писание молитве только нажать на этот раздел и сразу попадаем туда с правой стороны аналогичный такой блок ответы на 4453 вопроса и сразу есть такой поиск то есть мы если хотим искать в этих ответах именно то сразу можем писать вот в этом поиске маленьком слова или слова которые нас интересуют которые мы хотим найти пишем сразу нажимаем enter на клавиатуре и сразу попадаем на выдачу ответов здесь ниже 55 тем на которые разбиты все эти 4453 вопроса 55 тем вот без и библия богослужения болезнь грядущий мир нажимаем на какой-то из них который нас интересует и попадаем на подборку вопросов этой темы в этой теме а пусть опустимся ниже значит все это вот подвал сайта так называемый окончание здесь есть переключатель со светлой на темную тему то есть первый это светлая тема среднее переключение это автоматическая то есть которая поддерживает ваша система и третий вариант это темная тема вот такая то есть кому удобно это для ночного может времени или кто-то так кому это интересно пользуется так пожалуйста можете пользоваться и ссылки на наши социальные сети живой журнал одноклассники мой мир в контакте вот сап skype email youtube telegram только нажать и можно попасть какую соц сеть значит справа в правом нижнем углу есть три кнопочки такие значит самая верхняя эта кнопка быстрого перехода к началу страницы нажимаем и сразу она прокручивает на самый верх значит следующая кнопка это размер текста допустим мы сейчас перейдем допустим в какой-то давайте перейдем в какой-нибудь вопрос вот в раздел библия ему по теме библия заходим нажимаем какой-то вопрос например ты 314 и кому мелко читать например кого плохое зрение можете увеличить текст при помощи вот этой кнопки вот правом нижнем углу нажимаем на кнопку а и вот размер шрифта минус это сделать меньше плюс побольше нажимаем 1 2 3 4 5 6 7 8 все 7 вот настолько можно увеличить текст то есть удобный вам размер текст вы можете сами себе подобрать использовать эту кнопку и последняя кнопка это можно скрыть левый правый блок раз нажали они скрылись еще раз нажать они опять появятся кому удобно для чтения есть разные вот варианты можете вот так вот увеличить текст убрать боковые панельки и и читать как вам удобно если так нравится вернемся к обычному размеру на главную страницу теперь давайте по порядку пройдемся по всем разделам значит библия святая библия откроем здесь у нас святая библия книги священного писания ветхого и нового завета синодальный перевод 1876 года сразу предлагается поиск по святой библии если вам нужно ими искать именно в святой библии что-то хотите найти можете сразу пользоваться этим поиском написать и слово какое вам интересно асана например значок лупы и сразу нам выдается места где это слово попадается на вот пожалуйста найдено пять мест подробнее в главе нажимаем на это место и попадаем сразу в эту главу вот она благословенно грядущие во имя господа царства отца нашего давида асана вышних если мы хотим в контексте главы посмотреть то вот пожалуйста так перейдем опять снова святая библия здесь мы видим далее ниже ветхий завет и перечисленные все книги ветхого завета вот пятикнижье моисея только мы нажимаем на интересующую нас книгу выскакивает сразу дополнительное меню с главами выбираем нужную нам главу например вот 20 бытие 20 глава нажимаем и мы попадаем в эту главу 20 что мы здесь видим в каждой главе библии сверху есть такой плеер воспроизведения аудио здесь начитка игнатия тихоныча полностью вся библия начитана в любую главу которую попадаете вы имеете такую возможность нажать вот так play и услышать игнать тихоныч и глава 20 авраам поднялся оттуда к югу и поселился между кадесом и между суром и был на время в гераре и сказал авраам осари жене своей она сестра моя ибо он боялся сказать что это жена его чтобы жители города того не убили его за нее и и послал вами лев царь герарский взял сару вот так значит помимо плеера мы не мы видим заголовок какой мы находимся книги в какой главе также мы можем нажать здесь оглавление и здесь значит попадаем в оглавление и в можем выбрать любую другую книгу которая нам нужно сразу переместиться в нее допустим нам нужно псалтирь например 90 псалом сразу заходим в него внутри книги псалтирь можно выбрать солом нужный нам чтобы не искать там оглавление сразу здесь выбираем нужный псалом вернемся на 50 псалом об все 50 псалом также можно идти по порядку дальше вот стрелочками справа это будет следующая следующий псалом следующий стрелочка слева будет предыдущий псалом например вот нажмем хоп попадаем сорок девятый нажмем на правую стрелочку попадам нас попадаем на следующий пятидесятый псалом следующий пятьдесят первый это удобно сделано удобно для чтения допустим мы читаем псалом от начала и читаем читаем до конца дочитали нажимаем стрелочку на следующий попадаем на следующий с но читаем дальше дочитали до конца нажали вправо попадаем следующий очень удобно пожалуйста также в поиске есть такой значок вот такой крестик со стрелочкой влево он означает что можно стереть все допустим мы печатаем то что нам нужно например хотим найти и потом мы подумали что нет нам все таки это на не нужно нам что-то нужно другое чтобы вот это не стирать сразу не стирать по одной буковке можно нажать на это значок и сразу все сотрется и можем заново писать это для удобства значит следующий раздел святая библия мы посмотрели познакомились следующий раздел новый завет с толкованием новый завет с толкованием что мы видим здесь сразу можно скачать нажимаем скачать если нужно сразу в разных форматах можем в формате док это для ворда формате pdf fb2 это для электронных книг и html просто для удобства если нужный какой-то формат просто нажали док все и предлагает сразу скачать скачается архив там будет три тома изданные трехтомник красный трехтомник новый завет с толкованием и комментариями значит когда мы попадаем новый завет с толкованием также мы видим здесь содержание предисловие к изданиям и по порядку книги евангелие от матфея евангелие от марка евангелие от луки от иоанна и до конца до откровения здесь также предисловие есть автора по аналогии как в святой библии в разделе также мы нажимаем нужную нам книгу деяния святых апостолов например вот здесь и открывается выбрать главу выбираем нужную главу и попадаем переходим в эту главу и здесь мы видим сразу идет 21 глава с 1 по 3 стих сразу идет место писания и после него вот полужирным с наклоном он да и после его обычным текстом это идет толкование блаженного феофилакта также в некоторых главах есть комментарий игнати тихон челапкина вот к примеру они выглядят вот так они занесены в квадратные скобочки и начинается с букв и и л посмотрим следующий раздел канонические правила также есть возможность скачать в этом разделе их верху как всегда нажимаем скачать и здесь все правила в zip архиве в рар архиве или все правила в одном файле для удобства поиска например если нужно вам сохранить на компьютере выбираем нужные варианты и скачиваем также есть возможность на сайте ознакомиться с этими каноническими правилами православной церкви с толкованиями здесь есть краткое содержание давайте зайдем посмотрим краткое содержание значит здесь на каждом правиле кратко описано что заложено в этом правиле они здесь все на одной страничке для удобства можно тоже для удобства поиска и использовать это значит переведем основа в канонические правила раздел канонические правила здесь сразу есть поиск по правилам тоже вводите нужные слова и нажимаете поиск и он будет искать только по всем этим правилам здесь значит краткое описание и ниже есть также содержит что содержится в этом разделе апостольские правила правила святых апостолов также мы им нажимаем на этот раздел и попадаем в как бы выбор номера правила вот по это предисловие первое правило 2 3 4 5 и до 85 следующее правило вселенских соборов также вот они 7 вселенских соборов 1 2 3 4 5 6 7 выбираем нужный нам собор 6 вселенский собор например только нажали сразу появляется все номера правил и которые нам нужно вот 96 правило 1 нажали и попадаем в это правило сразу в этом правиле можно выбрать оглавление перейти в другое нужное правило нажимаем она появляется нажимаем снова новых исчезает либо в этом в шестом вселенском соборе нужно выбрать не 96 правило а какое-то другое нас интересует также мы имеем возможность нажать правило и выбрать любое другое правило значит ниже идет текст самого правила вот таким шрифтом чуть покрупнее чем обычный и ниже правило и тут раздел то идет раздел толкования и здесь собраны все толкования которые возможно которые возможны есть на правило это толкование священно из священно исповедника никодима милыша толкование иоанна зонары здесь вот на название можно нажать и она скрывается это толкование то есть для удобства можно им скрыть их также нажать открыть скрыть открыть алексий аристин феодор вальсамон преподобный никодим стара святогорец славянской кормче толка иное толкование все вот они все толкования можно из полностью изучить все толкования на правило которые существуют также есть для навигации удобные стрелочки вправо это след перейти к следующему правилу также вот после текста правило здесь есть как таскать ссылки на правило которые имеют параллель к этому правилу то есть для более глубокого изучения можно посмотреть с чем какое правило еще имеет параллель в каком правиле и перейти к этому правилу и поизучать папа получше поподробнее так значит по правилам все перейдем к следующему разделу это иван златоуст 12 томов также есть возможность сверху скачать ян златоуста в любом удобном вам для вас формате doc html pdf fb2 для электронных книг по аналогии с другими разделами мы имеем поиск по этому разделу по его на златоусту далее содержание и здесь мы видим вот том 1 и до 12 тома здесь есть небольшое предисловие выбираем нужный том том 5 например беседы на псалмы и здесь мы можем удобно выбрать любую беседу которую нам нужно например на псалом 120 нажимаем и переходим в эту беседу все здесь текста и он златоуста читаем изучаем пожалуйста также также можем попасть в содержание ножа в том том в котором мы находимся том 5 до например сейчас и подаем содержание любой другой том можем выбрать либо любую голову которую нам можем хотим перейти также для удобства есть стрелочки для навигации с перейти к следующей главе вправо перейти к предыдущей главе это стрелочка влево следующий раздел это семеон новый богослов здесь у нас есть избранные изречения преподобного семена нового богослова также мы можем их отдельно скачать в удобном для вас формате переходим ниже здесь все расположено на одной странице содержание и вот избранные изречения пати по темам вот и всего 32 чуть ниже здесь плейлист на начитку или катерины можно и в ю тубе и в контакте только можете нажать перейти и там слушать просто начитку уже готовы либо можете читать вот по порядку начинаем читать с первого с первой такой с первое изречение его и по порядку идет второе изречение третье изречение либо по содержанию можем перейти к сразу ну к нужному изречению например к девятнадцатому рождение свыше только нажали сразу переместились на 19 рождение свыше следующий раздел это жития святых вот жития святых здесь есть для удобства для навигации такие кнопочки это все века то есть мы видим на странице жития святых всех веков весь они собраны все вот от начала 10 мучеников есть по по алфавиту они здесь и отсортированы напротив каждого имени есть и дата памяти святого если нам нужно для удобства то изучение например до рождества христова нажимаем на кнопку до рождества христова она подсветилась таким синим цветом и здесь сразу же мы видим жития святых до рождества христова здесь подборка только до рождества христова святых вот все хотим выбрать первого века святых нажимаем первого века и видим всех святых первого века от первого века тебе благоугодивших господи второго века второго века и так далее также есть здесь ссылка на симфония на жития святых эта симфония составлена игнатием тихонович только мы нажмем сюда и попадаем в эту симфонию ад ад суд мука страх и сразу указано в каких житиях встречается это слово царь вот 1 января василий великий царь валент арианин пошел в гиену то есть вот гиена уникальным образом составлена это симфония по смыслу по смыслу слов тут видите гиена то есть ад суд мука страх мы это здесь занесено и вот все везде где по смыслу встречается слова от везде это указано жития святых все указаны следующее слово адвокат вот где указано вот и он зла того защищал бедных филагоний защищал бедных адвокат понимать это все на одной страничке для удобства например control f можете нажать и для удобства там найти какое-то слово например без вот нашли слово без и смотрим в каких житиях святых она встречается вот пожалуйста жития местных понятно теперь дальше молитва слов молитва слов здесь собраны молитва слове начиная с псалтырь пакофизмом в русском переводе и по цели в русско славя в церковнославянском переводе стопоклонная молитва три варианта утренние молитвы русс на русском на церковнославянском утренние молитва нашего содружества которые читаются по скайпу утром по утрам вечерние молитвы также вечерние молитвы нашего содружества утренние вечерние правила старообрядческая каноны благодарственные часы шестопсалме на русском на церковнославянском шестопсалме например вот мы зайдем сейчас вернемся обратно еще кое-что покажу вот здесь три канона это канон андрея критского просительный канон андрея критского благодарственный канон андрея критского словословие это составлено игнатием тихонычем то есть припев немного изменен на просительный благодарственные словословия слава тебе боже наш слава тебе ночная молитва каноны совмещенные ко святому пресечению и акафист слава богу за все каждую неделю мы этот акафист читаем нашем содружестве так далее пойдем имена со значениями следующий раздел здесь есть мужские имена отдельно и женские имена только нажать и перейдем женскими на мужские имена и женские значит мужские имена православные имена со значениями и здесь они отсортированы по буквам то есть можно просмотреть на имя начинается на какую букву например на букву а да вот здесь и мы видим все имена которые начинаются на буква например нам интересно на букву и вот иодор например да дар фиалки то есть значение имени и какой мученик иодор вот для удобства либо мы можем сделать все имена и также по поиску найти нужное нам имя например также здесь тоже есть поиск имени для удобства здесь ссылка есть на жития святых то есть мы здесь посмотрели какое имя интересное да например праведный аарон 2 августа сразу находим переходим жития святых находим арона если интересно прочитать про его житие дальше статьи здесь у нас просто список статей которые у нас здесь публикуются на на нашем сайте просто выбираем интересующую статью нажимаем этим разделом с библиотека закончили теперь перейдем к разделу игнатий лапкин здесь все что касается игнатий тихомыча значит первое подраздел это статья на википедию только мы нажмем и сразу перейдем на статью википедии про игнатий тихомыча и можно здесь почитать ознакомиться с этой статьей здесь его и биография и много интересной информации о нем перейдем обратно наш сайт следующий это видеоканал только мы нажимаем на это подраздел и попадаем на видеоканал о свете библии на ю тубе вот он канал о свете библии пожалуйста далее значит документы здесь у нас есть документы церковные документы здесь по подразделом они разбиты допустим церковные документы вот письмо благо благословения от митрополита виталия нажимаем сразу смотрим игнатий тихомычу лапкину преподается нами божье благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность проповеди слова божия защиту и укрепление веры в российской православной церкви митрополит виталий итак мы можем ознакомиться с представленными документами митрополита корнилия вот церковные документы разные личные документы игнатих ночи справки артистаты свидетельства далее издательство книг все что связано с издательством книг благодарности и грамоты пожалуйста благодарности игнатих ночи которые выдавались справки справки медицинские справки справки из у него университета до до алтайский государственный технический университет справка настоящая справка настоящим подтверждает что лапкину игнати тихонычу в период с 10 октября 92 года по 1 мая 2009 года представлялись помещение фгб у в алтайский государственный технический университет имени и и ползунова для проведением занятий для заинтересованной аудитории служителей ректор а.м. макаров вот пожалуйста такая справка лагериста не документы статьи из газет вот они сканы прямо можно почитать посмотреть статья свободный курс победитель получает все и и разные всякие разные разные справки разные документы далее ознакомимся дальше все следующий следующий подраздел это у нас все книги гнать их на шелапкина здесь в самом верху есть кнопочка скачать все книги нажимаем на нее и мы можем скачать сразу все книги полным архивом нажимаем все книги сразу скачиваем и либо по отдельности вот здесь подразделом есть книги новый завет столкования вот каждый том можно отдельно открыть и посмотреть какие есть варианты вот например том 1 можем читать на сайте только нажали и мы перейдем сразу на сайте можем читать скачать формат док это для ворда формат pdf формат fb2 html и баб нужный любой нам формат и внизу описание почитать можем описание также второй том третий том дальше подраздел духовно-просветительские труды здесь книги изданы Игнатием Тихоновичем к истинному православию также есть варианты в разных форматах скачать какой вам очень какой вам удобный покажется для слова божия не туз толкование на апокалипсис геннадия фаста который собрал геннадий фаст по толкованием святых отцов симфония на неканонические книги библии автор Игнатий Тихонович Лапкин симфония на жития святых книги стихов церковь свобода тюрьма первая книга с проповедями в стихах проповеди в стихах том 1 2 3 4 пособия по изучению Евангелия от Марка о воспитании воспитателей пособия для бесед о вере с людьми различных убеждений беседы с сектантами занятия в потерявке и ниже серия книг открытым оком в 33 томах скажу сразу что издавались только 30 томов и плюс еще 3 тома не изданные но можно их скачать и ознакомиться здесь почитать на сайте и последнее издание это вот проповеди во свете святой библии это то что последнее издавалось в 7 томах сейчас можно скачать уже в формате pdf следующий раздел все книги к истинному православию книга к истинному православию православия автор Игнат Тихонович Лапкин здесь предисловие и ниже содержание по разделам слово божие священное писание молитве о покаянии только мы нажимаем интересующий нас раздел и попадаем сразу в него вот сразу здесь читаем также для удобства в самом верху есть кнопка скачать в любой формат подходящий вам и по аналогии с другими разделами такая же навигация стрелочки можно перемещаться к следующему разделу вправо если нажимать правую стрелочку вот о священстве там следующее будет о церкви если нажимать на левую стрелочку то будем возвращаться назад следующее следующее подраздел это для слова божие нет уз также можно скачать в любом формате содержание можно ознакомиться с содержанием здесь очень много интересного это ключ ко всем другим остальным книгам так вот первый арест например раз попадаем сразу раздел первый арест из книги Игнать Тихонович Лапкина для слова божий нет уз и вот это здесь статья как раз из этого из этой книги также для удобства стрелочки поиск все это есть дальше следующее пособие здесь мы видим 4 пособия изучение Евангелия от Марка пособие по изучению Евангелия от Марка открывать можно и изучать идти вот Евангелие от Марка первая глава с 9 по 13 стих вот идет текст Писания и потом по пособию тут размышления вопросы это это пособие очень и очень рекомендуется к изучению вот группами большими малыми собирать собираться чтобы могли верующие дома дома там либо где-то в помещениях собираться изучать и идти по этому пособию здесь задаются вопросы размышления размышления чтобы люди могли более глубоко изучить что есть вера во Христа Иисуса и здесь человек может родиться свыше изучав это пособие потому что очень хорошие здесь вопросы размышления поставлены для того чтобы человек сам самого это коснулось его далее пособие о воспитании воспитателей также также это очень интересные материалы вот пособие для бесед о вере с людьми различных убеждений очень интересный материал для изучения и противосектантские материалы и здесь целый раздел противосектантские материалы и тут есть пол раздела разбиты на главы такие о церкви о священстве об иконопочитании о втором пришествии Христа о священном писании священном предании о святом кресте и крестном знамени о почитании богородице о почитании ангелов и святых о святом крещении и крещении детей о миропомазании о православных постах о молитве за умерших о внешних обрядах и символах о святом причащении о недостаточности одной веры «О бессмертной душе», «Преемственный список православных иерархов русской поместной церкви», «О подраздела католицизме», «Был ли Петр главою апостолов и наместником Христа», «Гордость папства, человекоубийство и ложь Ватикана», «Фатимская весть», «Трагедия или надежда». И вот интересующуюся нас тему. Этот материал хорошо изучить, чтобы хорошо знать, как можно общаться с протестантами, например. «Об оконопочитании», например. Нажимаем. Здесь полностью разбирается, какие могут возникнуть и какие мысли возникают у протестантов. И здесь все объясняется с местами Писания, все разъясняется, как это понимается в православной церкви, в истинной. Итак, далее. «Проповеди и занятия». Здесь раздел «Проповеди и занятия». Также можно скачать в формате PDF «Проповеди и занятия». «Проповеди» здесь прямо списком указаны. Название проповеди, том и указатель местописания. На какое местописание сказано проповедь Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Также для удобства есть поиск. Если мы перейдем в проповедь, также для навигации есть удобные стрелочки вправо. Это следующий. Перейти к следующей проповеди. Эту проповедь, полную проповедь, весь текст проповеди скачать, нажав вот эту кнопку «Копировать текст». То есть нажали кнопку «Копировать текст», написано сразу «Текст скопирован». Вся проповедь от заголовка до последнего слова, она у нас скопировала буфер обмена. То есть если нужно куда-то ее вставить, например, в Word или еще куда-то. К примеру, вот текст я ее скопировал, да, и я сейчас открою какую-то другую программу, например, в Word или еще какую-то социальную сеть. Только нажму «Вставить» и полностью проповедь вставилась. Далее. Проповеди в стихах. Следующий подраздел. Здесь есть два автора. Игнат Тихонович Лапкин. Стихотворение 3381 стихотворение. И здесь собрано стихотворение Екатерины Можиной. 153 стихотворения. То есть мы переходим к Игнату Тихонович Лапкину. Стихотворение. Также мы можем их скачать в удобном формате для вас. И здесь, значит, на каждой страничке по около пяти стихотворений. Разделены вот такими значками. Вот пятое стихотворение. Шесть, семь. Может быть, по десять даже. И здесь мы можем перейти на следующую страницу. Например, вторую. Например, можем перейти на цифру пять. И читать проповеди в стихах. Также для удобства есть здесь поиск. Дальше. Архив. Аудиоархив. Аудиоархив. Это книги, начитанные на аудио со ссылками для скачивания и прослушивания. Здесь вот список. Святая Библия. Синодальный перевод. Можно читать. Скачать Яндекс.Диск. Смотреть на Ютубе. Описание. Архипелаг ГУЛАГ. Скачать Яндекс.Диск. Скачать. Смотреть на Ютубе. То есть нажимаете скачать. Переходите в Яндекс.Диск. Скачиваете. Слушайте. Это все начитывал Игнать Тихонович Лапкин. Это вот что сохранилось. И ниже есть лекции проповеди протеерея Геннадия Фаста. Вот тоже собраны небольшое количество. И последний подраздел это переписки Игнатия Лапкина. И здесь вот есть четыре переписки, которые он вел в интернете. Переписка с сектантом, ставшим православным Юрием Казанцевым. Переписка с освященником Сергеем Дудиным. Переписка с катехизатором Юрием Соболевым. Переписка с Сергеем Парализованным. Интересующую вас переписку можете почитать здесь. Нажимайте. И пожалуйста. Что говорил Сергей Дудин? Что отвечал Игнатий? И вот такая переписка идет Сергей Дудин. Сергей Дудин, Сергей Дудин, Игнатий Лапкин. Что отвечал? Тоже эта вся переписка очень большая и она разбита на много страниц. Также можете перемещаться по страничкам, нажимая стрелочки вправо-лево. И подраздел «Раздел Содружества». Значит, три подраздела есть. Правила интернет-содружества. Здесь есть правила интернет-содружества о свете Библии. Можно здесь скачать правила также в формате .doc или .pdf. Себе сохранить на компьютере. И по порядку здесь есть все правила. Первое правило. Добавление в группу разрешается только после ознакомления с правилами данными группы. С правилами группы. После чего новый участник должен написать в чат. Согласен. Обещаю выполнять данные правила этого сообщества. Ее принимается в чат. Вот здесь все правила. Тоже, пожалуйста, можно тебя ознакомиться. Значит, занятие по Библии. В этом подразделе мы можем занятий. Вот на всю неделю. Понедельник, 16.30, Ветхий Завет. Вторник, Евангельский Синопсис. Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. В воскресенье у нас проходит еще и собрание 12 часов. Вот 14 часов Евангелия от Марка. Красным помечено время основных занятий. Здесь ниже дальше расписание ежедневных молитв. Во сколько, какая моя литва. Далее идут инструкции и советы. Значит, всякие, которые возможны, могут возникнуть какие-то вопросы. Здесь сразу есть краткие советы. Кому писать добавление группы. Как присоединиться в скайп. Какую версию скачать. Вот возможные неполадки, которые могут возникнуть. И последнее. Это памятка для христиан. Это очень интересная памятка, составленная Вячеславом Семеновым. Также ее можно скачать в формате .doc.pdf.html. Можете себе на компьютер скачать, сохранить. Всегда у нас будет. Здесь есть сразу, она на одной страничке расположена. Здесь содержание, памятка для христиан. Приход в храм, о посещении богослужений. Алтарь, поклоны. Очень хорошая памятка. Вот о посещении богослужений. То есть в нужную, если нужно быстро переместиться вам, например, вот крестное знамение. Нажимаем, перемещаемся к этой главе. И читаем, пожалуйста. Также это можно распечатать. Сделать демо-стенд. И предложить своему настоятелю разместить где-то в храме или рядом, на стенке, в углу где-то. Где люди могли бы ознакомиться с этим. И последнее пункт меню – это контакты. Здесь есть описание, как связаться с Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Вот его логин в скайпе. Игнатий-10. Он доступен для звонка с 4 до 16 часов по московскому времени. Перед этим ему надо написать, откуда вы, кто вы, иметь веб-камеру. И все разговоры будут записываться, имейте в виду. Также вы можете задать свой вопрос, написав электронное письмо по адресу. Костяне2. 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 Контакты технической поддержки сайта. Вячеслав Семенов, Николай Сироткин. Это электронные адреса. Ссылки на социальные сети. Здесь перечислены YouTube, Routube, Zen, Telegram, Telegram-Chat, LiveJournal, Одноклассники, Вконтакте, МойМир, стихи.ру. И дополнительно указаны YouTube-каналы нашего Содружества. Здесь еще дополнительные каналы. Братьев-сестер. Библиотека во свете Библии, где публикуются занятия. Вот Николай Астахов, Михаил Каримов, Иоанн Грибанов. Семья Савченко-Фошуа. И вот всевозможные каналы братьев. Ну вот, собственно, и все. Пользуйтесь воздравием Духа для спасения души. Познавайте волю Божью. Да благословит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...